Мы продолжаем знакомить вас с участниками и организаторами эстрадно-джазового конкурса заслуженного артиста России Сергея Жилина «Фонограф. Дебют». Проект стартовал в прошлом году в Воронеже. Изюминкой конкурса в Мурманске стал концерт джаз-бэнда с участием воспитанников творческой студии «Фонограф» и участников нескольких сезонов проекта «Голос. Дети». На концерте джаз-бэнда «Фонограф» под руководством Сергея Жилина в областной филармонии полный аншлаг. Все билеты раскуплены задолго до представления. Такой неожиданный, еще вообще-то ничем не подкрепленный прием. Хочется задать вопрос, что случилось, кто приехал. Для того, чтобы поприветствовать московских гостей и поблагодарить их за организацию масштабного вокально-инструментального конкурса в Мурманске, на сцену поднялась губернатор региона Марина Ковтун. Не все дети могут приехать в Москву. И вот Москва приехала к нам. Это большая честь. Это прекрасная возможность нашим детям здесь показать свои таланты и приблизиться к своей мечте. Марина Васильевна отметила, что для нее, как для главы региона, северные дети самые умные и талантливые. И она очень благодарна коллективу «Фонографа» и мурманчанам, оказавшим спонсорскую помощь, так необходимую для проведения конкурса. Такого рода проекты могут быть реализованы только при помощи добрых людей. Добрые люди объединились в фонде «Время добра». И мне хотелось бы особо поблагодарить президента фонда Марину Алексеевну Коловукову. Несколько минут теплых слов и долгожданное выступление блистательного коллектива «Фонограф Джазбенд». Теплая семейная атмосфера. Сергей Сергеевич много общается с залом, шутит и раскрывает некоторые тонкости. Например, то, что не все инструменты его оркестра необходимо дополнительно подзвучивать. Иногда хватает силы самого исполнителя. Некоторые трубы, они просто не выдерживают, они начинают трещать, когда Саша не тует. И сегодня, мы когда только пришли в зал, мы сразу поняли, что Саше подзвучивать не нужно. И мы и так хорошо слышали. Итак, Ленский-Корсаков, Шахерезада, Александр Дмитриев. Изюминка концерта, конечно, дети. Сергей Сергеевич привез в Заполярье шестерых воспитанников своей творческой студии. Сделали это для того, чтобы маленькие мурманчане послушали своих сверстников и поняли, что даже в юном возрасте можно добиться многого. Например, 15-летний Сурен Платонов окончил музыкальную школу имени Рубинштейна с красным дипломом. В его копилке много достижений. Он пил дуэтом с известным итальянским тенором и с Филиппом Киркоровым. Не обошелся концерт и без классического инструментального джаза в исполнении самого маэстро. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...